За годы жизни Танеев сменил несколько домов в Москве, но сегодня сохранились лишь два, в котором он жил в юности и в котором провел свои последние годы. Первым адресом Сергея Ивановича Танеева стал Обухов переулок, дом 7. С 1922 года Чистый переулок. Здесь жили его родители, брат с семьей и сам композитор. Сегодня в здании на Чистом переулке находится детская музыкальная школа имени Танеева. Здесь юные музыканты играют на разных инструментах, поют в хоре, изучают сольфеджио и музыкальную литературу. И, конечно же, делают свои первые шаги на большой сцене. Давайте познакомимся с ребятами и педагогами. Танеев жил в Москве больше полувека. Родившись во Владимире, он с 9 лет становится москвичом и редко покидает свой дом. Когда ему предложили руководить придворной певческой капеллой в Петербурге, он наотрез отказался, сказав, не хочу покидать Москву. Большую часть жизни Сергей Иванович Танеев провел в Московской консерватории. Он первым получил золотую медаль выпускника, а его педагогами были Николай Рубинштейн и Чайковский. Под руководством последнего Танеев написал свои первые симфонические произведения. Танеев был блестящим педагогом. Из-под его крыла вышли такие композиторы, как Рахманинов, Скрябин, Люпунов, Метнер и Глиер. В 28 лет Танеев стал директором Московской консерватории, ректором на нынешний манер. В нем я вижу якорь спасения консерватории. Если план мой удастся, она может рассчитывать на дальнейшее успешное существование, писал Чайковский Надежде фон Мэг. И композитор оказался прав. Танеев успешно руководил консерваторией, продемонстрировав свой талант управленца. Добился того, чтобы улучшилось финансовое положение, пригласил новых преподавателей, повысил учебную дисциплину, скорректировал учебные планы, в общем, навел полный порядок. В 1893 году изобретатель и приятель Танеева Юлиус Блок открыл на Кузнецком мосту магазин велосипедов, пишущих машинок и граммофонов. Ему удалось привезти из Америки один из первых фонографов, который совсем недавно изобрел Томас Эдисон. Чайковский и его братья долго уговаривали Танеева пойти и посмотреть чудо-устройство. Юлиус Блок предложил каждому записать свой голос. Чайковский покраснел и замахал руками. Он ужасно стеснялся. А Танеев согласился и записал рассуждение о фонографе. Однако, когда услышал запись, сказал, «Неужели в самом деле у меня такой противный голос? Кончится тем, что я наложу на себя обет молчания. Такая гадость». Пианист-виртуоз, автор камерной и симфонической музыки, блестящий музыкальный ученый, который 27 лет своей жизни посвятил работе в Московской консерватории. Всероссийские международные конкурсы проходят Сергея Ивановича Танеева. Это фортепианы конкурс, он очень серьезный. Еще проводим мы хоровые тоже именно Сергея Ивановича Танеева. Сюда приезжают с разных парадокасы. Это фортепианы конкурс. Играет музыка. молодец переживал переживал да тебе нечего переживать ты уже большой молодец давай с тобой сфотографируемся